На третий день Христового Воскресения по традиции в районном Доме культуры была организована пасхальная выставка. Коллективы сельских клубов и домов культуры подготовили свои поделки, композиции и сувениры. Примирей села Салчия каждый год принимает участие в этой выставке. Мы выставили церковь, потому что в церкви освящают Пасху. После церкви все идут домой с священной Пасхой, красные яички, делятся сувенирами. И также сделали ручные работы с бисера. И девочки яйца сделали с дерева, тоже ручная работа. И так в основном люди вложили в душ. Мы каждый год принимаем участие. И нам приятно обменяться опытом. Новичок на этой выставке – музей культурного наследия города Тараклия. Они впервые вышли со своими сувенирами и поделками и одними из первых смогли их продать. Так как наш кружок, наша студия начала работать по керамике, дети всю неделю работали, приходили, рисовали яйца, пасхальные яйца. А до этого наш мастер их делал и две недели из керамики именно. Их делал для того, чтобы дети уже легче было детям. Мы уже продали свои сувениры, остались яйца, мы первые. И у всех еще стоят, но мы молодцы. Сколько стоили сувениры? 20 лет, все по 20 лет, потому что это керамика и это держится долго. Творчество своих умельцев выставил и Дом культуры села Мусаид. Здесь были и поделки, и сувениры, и ручной работы, яйца, пасхальные куличи. Однако не все было на продажу. Такое творение действительно надо показывать. У нас есть один человек, наверное, мастер на все руки. Вот это его работы, крест, ручной работы. Даже цепь ручной работы, все он делает сам. К ним он работает учителем школы, труда. Поэтому вот эти работы, пасхальные яйца, уточки, зайцы, это все делают выпускники нашей школы. Скажите, а вы что-то продаете сегодня? У нас есть Татьяна Делепей, которая делает вот эти чудесные работы. Вот она их и продает. А также, как мы ее назвали, кокетка. А также есть Карафизи Татьяна, которая делает просто замечательные работы из своих бутылок. Посмотрите, какая красота. То есть это бутылки, она сама их расписывает? Она их сама расписывает и продает. Еще одно пасхальное чудо привезли из села Чалык. Так его назвали участники и гости выставки. И дело было вовсе не в композиции, которую представил клуб, а в мальчике Никите, который зачитывал стихотворение. Гудящим и жалящим, ульем осиным, буйна, многолико, кричащая пестра. По улицам узким Иерусалима толпа подгоняла к распятию Христа. Сквозь потные спины к друг другу прижаты. Следила за ним поролюбящий глаз. Пусть ноги истоптаны, порвана плача. Да разве об этом ей думать сейчас? Вот он оступился. Сердце упало. С ним вместе на пыльный, оплеванный пол. И боль душным хрипом в душе застывала. И разум не верил в людской приговор. Безумные лица, кричащие что-то, Тонул в зломном хоре ее слабый стон. Зловейшую тенью открылась Голгофа. Когда же кошмарный закончится сон? О, горькая, страшная, жуткая доля! Нет слов, чтоб ее глубину описать. В бессилии согнувшись седая от горя. Смотрела на сына распятого мать. Его с материнской заботой взрастила. И не было равных ему в доброте. Всех этих людей так любил, так жалел он. Они же распяли его на Христе. Свершилось! Безвольно голова опустилась. За сына в вас след улетала душа. И сердце пронзенное все еще билось. Он умер, шептали уста чудыша. Никто ее боль разделить не сумеет. Провалом зияет в душе пустота. Безвольное тело лежит на коленях. А мать видит в мыслях живого Христа. Тянулись часы, словно путник в тумане. От пролитых слез покраснели в глаза. Но в день воскресенья, утренний ранний, услышала она радостный голос. Мария! Мария! Блаженная в женах! Жив, жив твой сын! Он воскрес! И птицы запели в душе пораженной. О, люди! Примите спасение весть! Кроме участников выставки, юным таланта были очарованные члены жюри. Никита прибавил несколько баллов композиции «Села Чалык». В этом году тоже богатая, но чуть меньше. Были представлены работы во всех четырех номинациях. Хочется отметить, что клуб «Села Чалык» каждый год представляет нам какую-то интересную композицию. В этом году была хореографическая композиция «Ангелочки». И хочется отметить, вот фамилию не могу вам сказать, очень хорошее стихотворение было мальчик, который легенду, даже, оно не легенда, а стихотворение именно о Иисусе Христе. У нас было четыре номинации. Пасхальная композиция, расписное пасхальное яйцо, пасхальный сувенир и пасхальный кулич. По словам Ольги Рунтова и оценкам жюри, в каждой номинации были представлены достойные композиции и сувениры и были определены обладатели первых, вторых и третьих мест, которые получили дипломы и денежные премии. Остальных наградили грамотами за участие.